На пресс-конференции обсуждались подходы и перспективы открытого исходного кода. Здесь стоит заметить, что наш процессинг, основа, он полностью в опенсорсе. Это единственный сейчас в мире существующий платежный процессинг, который лежит прямо вот в исходниках, вы можете его взять. Соответственно, мы обсуждали риски, которые несет открытое ПО, особенно в финансовой сфере, перспективы развития, ну и в принципе, что сейчас происходит в мире опенсорса. Это как раз и есть лучший аргумент, зайти в это открытое ПО, в режиме белого ящика и посмотреть, что там есть. Конечно, это может нести некоторые риски, если каким-нибудь открытым этим исходным кодом пользуется небольшое количество компаний, ну тогда вряд ли комьюнити есть. Но если у вас есть комьюнити, если у вас есть там тысячи глаз, которые смотрят на те же исходники, это намного лучше для безопасности продукта, потому что вы физически, да, как бы, своей компанией, да и в силу зашоренности, в силу замыленности взгляда, можете некоторых вещей не видеть. А комьюнити вам поможет сделать продукт безопасный, поэтому я считаю, опенсорс – это истинная безопасность. Никаких гарантий нет. Естественно, если со злыми намерениями туда прийти, не показать, не сказать, ну, конечно, такие риски есть. Но мы просто сравниваем тот бенефит, который есть от огромного комьюнити, которая на это смотрит, и те риски, которые могут нести компания, если используют это. Ну, как бы, посмотрите на те же OpenSSL, да, там ходили уязвимости, но благодаря огромному комьюнити они долго в white life не были, то есть их быстренько зафиксили, и все, стали более безопасными. Мы партнеры кибербитвы за стенд-офф. Наш процессинг обслуживает все платежи в виртуальном городе, ну, и физически у нас там башенка с вертолетом стоит, это наша. Все, работа всех интернет-магазинов, пластиковые карточки и балансы счетов в виртуальном банке – это все работает на нашем софте, то есть фактически мы являемся финансовой основой стенд-оффа. Это для нас и хорошая практика, и доказательство того, что мы делаем надежное решение, ну, и, что говорить, реклама. Нас пока что не взломали, это наше второе участие уже в кибербитве. Смогли взломать мерчантов, то есть клиентов нашей платформы, и вот сейчас я прочитал, что сыграл риск, закрыли один из интернет-магазинов, ну, то есть на платформе запретили ему прием платежей. Хочется еще большей стабильности инфраструктуры, и в том числе это наш вклад, вот. Хочется более интересных заданий для атакующих, потому что все-таки наш продукт, наверное, один из самых сложных на площадке. Это, ну, такая достаточно большая комплексная машина с вот такой опишкой, где еще попробую разберись. И, ну, я буду в следующем стенд-оффе думать, как сделать наш стенд, ну, нашу процессинг более интересным для атакующих. Я заинтересован в безопасности продукта, да, то есть чем больше туда людей посмотрят, тем лучше я пойму, что или я действительно более-менее все хорошо сделал, и то, что там есть из уязвимости, ну, по крайней мере, не на поверхности. Security through obscurity – это не способ защититься. То, как делают банки, то есть ты к нам не приходи, мы, не дай бог, куда-то тронешь, у нас отвалится, мы тебя вообще посадим. Ну, ребят, это прошлый век, я вендор, и я, как бы, должен, ну, по крайней мере, с высокой какой-то вероятностью обеспечивать уровень безопасности. И, опять же, у меня open source, то есть, извините, любой в интернете может пойти и посмотреть во все исходники моего решения. Не дай бог какая-то уязвимость, я же потеряю рынок и репутацию, и все. Конечно, я буду вкладываться и ходить и на стенд-офф, и на другие подобные мероприятия, чтобы отточить решение. Субтитры сделал DimaTorzok